Ювентус — Более того, можно построить серьезную гипотезу, в которой мы сравниваем Ювентус и Макаби, и там, если говорить о голах, счет равный по сумме двух матчей, но приходим к выводу, что победа Макаби над Ювентусом в их удачном матче, абсолютно заслуженная, была более убедительной, чем непосредственно единственная победа Ювентуса в этой группе Лиги Чемпионов, когда они обыграли Макаби, то есть матч Ювентуса был там по делу, они победили в своем том матче, но там было на Тоненького, там при отставании в один гол даже в каркас умудрялся попасть Макаби, там был очень хороший отрезок, а матч, где Макаби обыграл Ювентус, это быстрый гол и тотальная импотенция, никаких шансов, никакого отрезочка, никаких каркасов у Ювентуса, то есть даже вот если сопоставлять не с командами, которые выходят из группы, не с Бенфикой, с которой Ювентус должен был конкурировать, не с ПСЖ, а с Макаби Ювентус, вот в этой группе, по показанному в этой группе, показанному в очном противостоянии с Макаби, может вполне считаться слабее. Я понимаю, что это слишком унижает Ювентус и что нам нужно ряд допущений ввести, например, рассматривать только очные матчи, а не рассматривать там, как Макаби влетал, допустим, в Парижу с разгромным счетом в последнем туре, Ювентус до этого пока еще не добрался. Но такое тоже возможно, то есть можно выстраивать логические цепочки, которые основаны не на пустом месте, не из воздуха возникают, в которых даже Макаби больше позитивных впечатлений произвел в этой лиге чемпионов, чем Ювентус, и точно в конкретном матче абсолютно по делу и практически без шансов, вот так можно же формулировать, Макаби обыграл Ювентус. Так что для меня вопроса не возникает. Для меня, несмотря на весь хайп там вокруг команд, предсезонный, все такое, первичное качество игры, и тут с Ювентусом никто в негативном значении не может сложиться. Для меня эта команда главный лузер, вместе с Максом Олегом, конечно же, этой лиги чемпионов. Вопрос про Ювентус, может быть, это тоже симптом проблемы Ювентуса, прилетел только один в этот раз, и он тоже весьма показательен. Его сдает Макс, может быть, тот самый Макс. Есть слухи про Зидана в Ювентусе, точно Макс Олегри. Приоритет для Язида, сборная, для Язида, еще так своего потенциального конкурента потрунивает, ну точно-точно Макс Олегри сдает сборная. Но вдруг Дешам выиграет Кубок Мира, и тогда Дадье будет еще долго рулить на этом посту. Может, Зидану попробовать себя в достаточно родном клубе в Ювентусе? Состав у туринцев до сих пор весьма качественный, нет огромного давления из-за провалов, наверное, Олегри и Пирла. Состав, мне кажется, может быть и качественный, но разбалансированный у Ювентуса. Я так понимаю, Макс этот вопрос задал, чтобы быстрее мне мою неустойку, неустойку мне мою. И вот Зидана, я уже нашел себе замену, Язида, нашел себе замену. Я думаю, мотив такой тут у этого вопроса. Но если серьезно рассматривать, то мне кажется, что состав Ювентуса разбалансированный. И да, Зидан, наверное, гуру, насколько мы можем судить по его работе в одном клубе, но в одном клубе в абсолютно разных, с точки зрения даже кадровой ситуации, случаях, ну в реале. Зидан гуру таких балансировок, он что-нибудь придумает, хочется верить в это. И я его очень высоко котирую как тренера. Да, это интересный вариант, но в целом, мне кажется, состав разбалансированный. Меня на самом деле очень интригует, то есть я не согласен с вашей оценкой состава Ювентуса в принципе. То есть по именам да, по зарплате да, по внутренностям не согласен. Меня очень интригуют слухи на значение конта, особенно учитывая, что команда таким экспериментальным путем пришла к тому, что схема 3-5-2 для них выглядит как чуть ли не самая основная. 3-5-2, где скорее всего будут два больших нападающих. Я думаю, в этих условиях конта, который дал бы этой команде намного более четкий автоматизированный каркас для того, чтобы показывать маломальский качественный футбол, относительно того, что дает Аллегри, который все-таки больше готов давать даже в лучших своих проявлениях, а не в нынешнем виде, готов свободу игрокам давать. Мне кажется, под эту схему состав этот разбалансированный подходит чуть лучше, чем под остальные. И мне кажется, что Антонио Конте именно со своей детализированностью в рамках примерно такого футбола, с примерно таким набором исполнителей, который, кстати, не обязательно хорошо подходит в целом топовому клубу, но хорошо подходит конкретно Антонио Конте. Может быть, задачу «Евентусу» не устроит Антонио Конте, потому что на каком-то этапе, я думаю, нужно будет поумерить свой аппетит. Но я думаю, что тактически Антонио Конте лучший вариант для «Евентуса». Я не на ровном месте его вспомнил. Дело в том, что как раз сегодня в газете «Делоспорт» вышла статья по поводу того, что к Конту очень серьезно примеряются, что он сам готов рассматривать это предложение. И, честно говоря, до его побега из «Интера», я его бы защищал и руководствовался бы логикой, и у него есть незавершенный проект. Да, сейчас у него там пробуксовки в Тоттенхеме, но у него есть незавершенный проект. Ему интересно будет довести его до конца. Там уже многое под него подстроено, он не будет это игнорировать. Вот такие аргументы приводил бы, но в «Интере» это не сработало. Конте показал, что он может просто бежать, если его там не устраивают конкретные условия. И либо, поскольку тогда он бежал не в какой-то клуб, а просто из «Интера», поскольку там обрубили финансирование не на том уровне, на котором он хотел, а потом уже после увольнения Нуно взлавил Тоттенхем. Либо, как сейчас, когда есть четко более выгодное предложение от «Ювентуса», или, может быть, более интригующее его чем-то. Или, может быть, он правда искренне любит «Ювентуса». В общем, из тренеров потенциальных я бы все-таки выбирал Конте. Но, конечно, Конте хороший тренер, но скользкий тип. Вот именно я сейчас говорю, я, конечно, не знаком с ним лично, но я вот именно по его склонности бросать проекты, если у него там что-то даже локальное, не серьезное, а локальное не выходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok